Музыка Я когда размышлял над этой темой, я себе подумал вот о чем. Окажись, я, может подумайте, вы себя представьте, на месте халева. Вот в то время, когда миллионное общество говорит, мы не будем это делать, мы не хотим быть послушны Богу. И один человек говорит, а зачем вы идете против Бога? Знаете, я когда об этом размышлял, я пришел к выводу, что, наверное, большинство из нас посчитали бы благоразумным смолчать. Ну, на что повлияет наш голос? По сути своей, посмотреть на судьбу еврейского народа никак не повлияло, ну вот, правда, которую говорил халев, ну никак не повлияло. Знаете, я как-то был на одном общении, таком братском, очень живым, живое такое, живой вопрос стоял важный. Настолько живое и важное, что братья даже, знаете, как бы поделились и не могли договориться, как правильно на него смотреть. Ну, так бывает, когда вот есть разномыслие, это нормально. Вот у одного брата потом уже после общения, он молчал на этом общении, а после общения я его спросил, а что ты молчал, что ты не высказал никакое свое мнение? А он говорит, а зачем? Я говорю, в смысле? Он говорит, ну, братья сейчас ссорятся, сейчас вот спорят, делятся какими-то крайними позициями. Завтра они договорятся до чего-то, помирятся, а я, если выскажу свою точку зрения, ее же кто-то запомнит. Кто-то же будет помнить, как я какую позицию высказал. Зачем мне портить отношения? И вот, знаете, иногда хочется поступить так. Ну, потому что так мы видим с точки зрения вот будущей перспективы, что менее опасно. С точки зрения здравого смысла, Халев должен был молчать. С точки зрения здравого смысла, он и Иисус Навин должны были бы поддакивать этим десяти и вообще всему глазу народа, ведь народ Божий против. Ну, они почему-то не молчали. И знаете, может быть, речь Халева и не повлияла на окружающих, вот так, как должно было бы быть. Но мы читаем, что она повлияла на решение Бога об этом человеке. Вот об этом давайте подумаем. Когда уже пришло время Богу давать оценку всему народу, Бог говорит, весь народ это род злой, а вот Халеву он рассматривает совершенно как бы отдельно.